Я искренне поздравляю джамаат этого села поздравляю с тем, что Всевышний Аллах сделал из этого села нашего досточтимого шейха Худеса Сирху Саид Афанди, который оставил в этом селе источники, светочи, знаний, таких как его сын, многих других мутаалимов, алимов. И хвала Всевышнему Аллаху еще за то, что вы это цените. Вы знаете степень алимов, улемаев. Это и вы сами часто должны воздавать хвалу Всевышнему Аллаху за то, что Всевышний вам внушает это, внушает почтение, уважение улемаам. Ибо посланник Аллаха сказал не будет из нас, то есть не будет идти моим путем, путем пророка саллиллаху алихи внушает саллиллаху тот, кто не почитает старших преклонного возраста, седобородых, старших людей и не милосерден немощным детям, маленьким и не знает достоинства наших алимов. Хвала Всевышнему Аллаху вы сегодня своим этим маджлисом показываете ваши отношения, то, что вы почитаете улемаов и еще хотелось бы сказать следующее вот все мы продолжаем Хвала Всевышнему Аллаху любить нашего досточтимого любимого нами скоропостижно покивнувшего нас Саида Фанди Кудеса Сирруху и одним из таких объектов его внимания было образование образование обучение поддержка муалимов поддержка мадраса и ваше село из вашего села много целая плеяда можно сказать муалимов вышла муалимов вышла и это должно продолжаться и для этого конечно ваша поддержка поддержка вашего джаммаата нужна в первую очередь и сегодня есть такие опасения что вот то что с развала Советского Союза как только коммунизм пал мы видели нам не приходилось приглашать нам не приходилось говорить о том чтобы молодежь обучалась знаниям потому что все тут же переполнили стены мадрасе мечетей но сегодня есть опасения что эта молодежь перестанет получать эти знания перестанет любить идти получать стремиться к этим знаниям как это наблюдалось в некоторых арабских странах тоже в Аллахе сегодня многие наши гости из числа арабских стран они нам завидуют видя этот спрос среди молодежи к алимам спрос к мечетям спрос к их проповедям и знаниям поэтому вы должны это поддерживать вы никогда не бойтесь что получив знания став алимами ваши дети останутся всю жизнь на вашем иждивении нет они никогда человек который стал алимом на иждивении кого-то Всевышний Аллах его не оставляет потому что в хадисе посланника Аллаха саллиллаху алейхи и вассаллим сказано тот кто встанет на путь поисков знаний Всевышний в свое обязательство берет его обеспечение его нафа его покровительство поэтому вы в этом не сомневайтесь и конечно прошу Всевышнего Аллаха чтобы Всевышний Аллах дал крепкое здоровье виновнику сегодняшнего нашего торжества чтобы он продолжал развиваться на этом пути чтобы он приносил Всевышний Аллах дал ему тавфик распространять свои знания и дальше чтобы готовил в дальнейшем для этого села для всего нашего Дагестана больших алимов пусть Аллах примет все что вы делаете даст Аллах дай Аллаху всем тавфик والсаламу алейкум وрахматуллах и баракатул